Ну что ж, дорогие друзья, снова здравствуйте. Возвращаемся к вам со второй картой нашей замечательной Best of 3 серии. Будут продолжать бороться Queen's Sea Crew против команды Black and Yellow. Ну что, Дмитрий, легкие 2.0, как вы думаете? Ну, пока, Дарья, я могу сказать, что легкие от XPG предложения в виде механической клавиатуре XPG Sumner по супер по цене. Баннер ищите прямо по трансляции. Вот, а пока, да, пока я по-прежнему считаю, что Queen's Sea Crew это ребятки, которые могут хорошо играть. Они, конечно же, могут их хорошо закидывать, но, как мы видели, они в любой момент способны мобилизироваться и начать показывать качественную доту. Такс, 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 а что там у нас по кэфчику? О, кэфчики теперь нужны у нас. И на Black and Yellow, на серию, на Live, вот была десяточка там с чем-то, но после прошлой катки, учитывая ее пот, стало 8.5 против 1.05 на Queen's Sea Crew от GGB. Ну, действительно, тут есть шанс словить, не пойми чего, хотя, возможно, Queen's Sea Crew сейчас немножко подсоберутся, и драфт у них уже будет такой посплоченнее, без всяких фурионов, которые мотаются черти где по карте. Так что я не была бы, наверное, так с корана выводы. И Black and Yellow действительно, они вот, на мой взгляд, та команда, которая раньше была 4Zoomers, когда в них тоже играл Eternal Envy, вот примерно так же. Они могут что-то гениальное выиграть и что-то абсолютно гениальное закинуть, но гениально уже в негативном каком-то больше ключе. И вот тут надо бы как-то, не знаю, оценить стабильность работы этого стака. Если честно, у меня пока не выходит этого сделать, и слишком мало DPC прошло, чтобы что-то о них сказать, потому что у них была одна катка против Simply2Based, которую они проиграли со счетом 2-1. А Simply2Based — это, ну, не сказать, что чем-то впечатляющая команда по составу. Ну, не сказать, что Black and Yellow впечатляюще играли в прошлой игре, учитывая, что к НС Крю им дали все карты на руки. То есть они им отдали карбланш, и они им отдали мягк крипов. Дикий перефарм. Ну, они по всему лидировали. Но было видно, что коры у Black and Yellow слабоваты. Вот, например, Шторн, который всю игру бегал и фидел, он в конце игры вообще противился с саппорта, который не способен убить пятерку. Просто потому, что пятерки там 4К хп, а у Шторма Нетверс на ее же уровне. Да, это правда. Поэтому это редкий случай, когда Энви реально в этой команде играл хорошо. Он играл лучше любого другого кора из своей команды, и он хотя бы имел вещи, чего не было у других ребят за 60 минут игры. Ну, там на самом деле очень долгое время на хорошем счету все-таки был Некрофос, который долго жил, много дэмэджа вносил, и с косами у нее нормально складывалось. То есть получалось как-то перекрывать попытки подсейва от Шэдоу Демона. По-моему, ни разу не было за тот момент случая, чтобы в косу получилось дизрабшин кинуть, чтобы подсейвить от косы, соответственно. Ну, я лично не застала, возможно. Я просто не зоркая. Хотя вот я смотрю на эту американскую доту уже ни первый день, ни второй, ни третий, и каждый раз я смотрю и думаю, господи, что я смотрю, что здесь происходит вообще? И я не могу понять, то ли это у меня проблемы со здоровьем, то ли проблемы со здоровьем у американской дотки. Но катки тут такие, завораживающие своей загадочностью. Ну, они не однокалиточные. Это уже как минимум интересно смотреть, потому что каждый раз, по крайней мере, мне нравится фантазировать. А что же такое надо сделать одной команде, чтобы она камбэкнула? Или, например, как команде, у которой есть карбланш, закинуть игру, чтобы вторая команда смогла выиграть смену крипами? Да, знаешь, вот если честно, если сравнивать с предыдущим сезоном, в предыдущем сезоне на какую смену я не заходила бы, у меня очень редко бывали не 2 по 20 в любом противостоянии. А здесь вот прям пот за потом и за потом, и все это было, начиная с квалификации, что в Южной, что в Северной Америке. В общем, мам, не горю, какие здесь страсти происходят. И вот сейчас интересно, что Квинси Крю себе наберут. Я вижу пока Вайпера, который пока ни о чем не говорит. Ну и Кентавр, который, понятное дело, так называемая имба патча, который должен был появиться. Ну, Вайпер, он как минимум мобильный. Он может пойти в мид, может пойти в сложную, поэтому сейчас Black and Yellow они не до конца понимают весь матчап. При этом он напрочь контрит любых жадных коров, которые могут пойти на легкую линию с Варлоком. Хороший пример — это Спектра. Очень многие любили связку Спектра плюс Варлок. Естественно, Вайпер ее, во-первых, поддушивает, а во-вторых, закрывает по игре. Следовательно, сейчас у Black and Yellow большие проблемы с выбором мидера и кора, потому что возьмешь жадного кора, туда придет Вайпер. Возьмешь какого-то мидера, против которого Вайпер хорошо стоит, Вайпер придет в мид. И Абадон появляется. На пятерочку, по идее, СВД очень-очень любит пятерочку Абадона, на нем покатать. И в целом, ну, подчистить уже есть что. Подсевить никогда лишним не будет. И как саппорт Абадон, он хорош тем, что он не требует никаких вложений в себя и работать всегда будет одинаково. Ну и живучий, как черт. Ему приятно против Варлок играть, если там банды, то он просто бегает, нажимает ультимейт и просто восстанавливается за счет того, что там что-то все бегают, все его дамажат, а он отхиливается. Виндрэнджер at your service. Видимо, на мид она у нас будет. И остается только что-то такое нормальное на карри позицию. Жирный есть, контроль есть, подсейв есть какой-никакой. У Black'n'Yellow сейчас в целом-то нету особенных проблем в драфте. Ну, Вэрочка, да, Вэрочка зашла бодренько. Она увидела, что у противника нет второго хорошего саппорта на контроль. Вообще только один леон контролит. И она сейчас будет бегать. Теперь у Queen's Crew нет такого большого желания брать кого-то в мид в плане нентовиков, потому что Никс душит вообще любого нентовика. И, возможно, вайпер разумнее все поставит на центр. Но тут появляется White Spirit, да. Я на 99% уверен, что это White Spirit для Квина. Да, конечно. Вот. И не сказать, что ему здесь прям суперкомфортно, но, с другой стороны, мы уже говорили, что этот игрок, он на нем отыграл больше всего в игр этом патче. Один из самых таких часто пиковых героев для Квина. И если он одевается, то там никаких проблем в будущем не будет, от слова совсем. Наверное, Квина вполне можно назвать лучшим White Spirit'ом двух Америк вместе взятых. Он очень много на нем прайхардил. У него огромное количество сыгранных игр на нем. И он, когда его берет, всегда знает, в принципе, то, что делает. Это когда дело касается каких-нибудь ПВП против Никсов, которые, по идее, могут-то и подзакрыть. Он просто может его дожить. Он справится с этим в силу своего микроконтроля. Ну и тогда, получается, вайпер у нас пока что, пока что все-таки на третью позицию. Я думаю, что только в исключительном каком-то случае должны будут меняться ролями Лелис и Квинн в такой вот именно выбор персонажей. И Black and Yellow единственное, что могут сделать, это создать необходимость такого свапа, чтобы немножечко подгадить к Винсикрю. Ну, по-моему, Войд очень хорошо стоит в миде против ЭР-очки. То есть как бы он там не накидывал пауэршоты, он просто спамит третью и очень легко забирает руны. При этом Дабла, Вайпер и Леон задушат почти любого Кора. Поэтому в идеале, вообще, в идеале сделать так, чтобы этот Кор не мог уйти в лес. Потому что если Кора придется стоять на линии против Вайпер и Леона, и он не имеет возможности уйти в лес, то его там тупо закопают. Или же заставить Никса Ассина перетянуться на легкую линию. Джиггернаут обычный, такой кэрри метовый, достаточно самодостаточный. Не так много может фармить, чтобы давать импакт своей команде. И, ну, прикольный чел. В общем, мне нравится. Ну, Кентавра с Никса Ассином он разваливает на линии без шанса. Факт. Вертушка слишком сильная против двух милишников. Она слишком хороша. И в ЭРке очень тяжело за фокусе Джиггернаута. Последний раз я сколько не видел этих Вайдов, они вечно меня не радовали. Его апнули, кстати. Да, его апнули, поэтому он начал гораздо больше появляться все-таки. В прошлом патче о нем не было ни слуха, ни духу. Один раз, я помню, он вылез в финальчике мажора не очень удачным образом. И с тех пор он начал почаще пикаться в рамках этого DPC сезона. Но винрейт его вот именно на просто сцене пока не топовый. Ну, здесь, будем честны, там кого бы они не взяли, этому герою было бы очень тяжело. И я бы сказал, что ему по-прежнему очень сложно стоять против Леона и Вайпера. Если это, конечно, будет Леон и Вайпер, да, это будет Леон и Вайпер. Вот, поэтому Варлок, конечно же, попробует ему помочь. Но здесь по-хорошему будет забирать Варлока, а потом и добивать Фесселесоида. При этом, если приходит Никсасайсен, то маловероятно, что они кого-то могут убить. Потому что там Хилл, Таймволк и ничего такого убийственного нет, пока они появятся шестые лвла. Поэтому земля пухом, Фесселесоида на линии, земля пухом. Да, но в дальнейшем в теории идеального замеса это может быть просто вечный контроль по тому, кто попадется по первой его части. Варлок с големами, Вайд с куполом и Кентавр нападать может со своим станом. То есть тут достаточно много контроля. И самое главное обеспечить под это дело дэмэдж. И мне кажется, что здесь Вайд должен быть билдом через молнии, которые собираются одним из первых артефактов. То есть что-то такое поактивнее для команды. Потому что его дэмэдж здесь один из, ну так скажем, наибольших потенциальных в мидгейме, не считая Вэрки. Но Вэрка там, бог его знает, как она еще собираться будет. Надеюсь, что тоже через джавелин. Ну, Вэрочки только джавелин. Занятно. Потому что урон в хрансфере наносят, по сути, только Вэрки. Она, да, это факт. То есть Кентавр, он только при време может что-то сделать или постфактум. А вот в сам купол дамажа здесь особо-то и некому. Разве что, опять же, еще Варлок будет с фаталбонцами. Еще жив на момент, когда будет поставлен купол. Он может очень много нападать сверху. Но до этого момента надо дожить. Пока у нас такой вот сетап получился, где Кинси Крю взяли все, чем они играют, и все, чем им удобно играть. И Блэк и Йеллоу, который, в принципе, взяли неплохой метовый пик. Но вот харда у них с точки зрения лейнинга должна будет очень сильно просесть. Войду. Вот если честно, да, ты там говорил, что ему будет сложно. И я тоже не вижу, как ему отбиваться от вайпера. Это же просто ад. Там приходят два стрелка, они начинают душить, и Варлок, он будет вешать хил, но на одном хиле далеко не ведешь. Можно, кстати, выпуливать. В такой ситуации очень круто выпуливать на Варлоке и просто качать лейнию туда-сюда, чтобы вводить с топориком. Мог спокойно забирать под вышкой хоть что-то. Поэтому Леону нужно бодиблокать. А может там какое-нибудь трепло оформить тогда на легкой? Чтобы вайду хоть как-то... Ну да, я понимаю, что Никс, в принципе, никак особо это не поможет. Или свапнуться линиями, но тут вроде как планов такого нету. Да и с другой стороны свап линии... Там, получается, хрен редкий не слаще, на самом деле, куда бы он не пошел. Пока баунтируют разбираются. Два на два. Вот свап линии вообще смотрелся бы симпатичнее, потому что... Ага, Гентавр с Варлоком, эту сложную. А Никс с Фейслес Войдом в легкую. Если Леон не даст Никса Сайсинов запулить в начале, земля пухом у одному и второму. Сейчас посмотрим, насколько пухом пока ставится вард. Никс сам пробежался по уже поставленному варду, и его позицию прекрасно видно. И это выпул крипов усложняет. Но пока у нас первая пачка, и Ямсон просто получает какой-никакой... То есть он может, конечно, вот так вот стоять и фотографировать, как душит Фейслес Вайдан. Ну, такой себе. То есть вот он Энви. Вот его убьют. Вот ему дают стан. Вот он ушел. Получает урон, тратит Тайм Волк. И так будет 2-4 на 7. Ну, сейчас пока на себя Никс Ассасин стянул соперников, и это дает возможность пару крипчиков безопасно Энви добить. Но вечность так развлекать не получится, хотя увидим. Пока что я не вижу, чтобы у Энви возникали большие проблемы. Под лужей драться вообще не хочется, но под лужей и крипы довольно быстро приходят к нему под тавр. И здесь уже такая больше позиция выгодная для Энви. И крипчики добиваются. Нормально. Ну да, вот если вайпер будет постоянно по шутлению над ротоксином, то в этом случае, конечно же, Энви просто под вышкой все заберет. Но я бы на месте вайпера спамил бы не вэшчикой, а кьюшчикой. Ну, кьюшчик он тоже вкачал, так что в целом-то можно начать уже это делать. Пока я вижу то, что Ямсон ничего не получил непосредственно от вайпера. Как-то он жалеет маны. Все-таки достаточно долго относительно его монопула будет ресториться эта мана, которая за одну кьюшечку потратит. Да, потому что вот так вот под вышкой его это, конечно же, будет добивать. Все время. Крипчики зашли, топорик есть, урана много, забирает. Ну, а вот пока ему комфортно, наверное, масс там, учитывая то, что отвел еще иниксы. Этот отвод просто подошел, сам вайпер забрал. Вся линия целиком выпушилась под то, что нужно было для Энви. Ну, лучше тогда более-менее. Если постоянно будет спамить вайпер, окей. Будет доволен. Такому раскладу войд реально доволен. Потому что могло быть намного хуже. Могло быть так, что вайпер с Леоном будут вдвоем просто добивать все крипов. Постоянно спамят в него кьюшкой. И тогда было бы очень тяжело, но сейчас нормально. Леонич поставился. Так, 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 да. Леонич, кажется, фвшку может отдать. Еще тычка, еще тычка. И тычку давай! На! Хорошо. Изи. Чисто войд с никсасайсоном бьют Леона, который зачем-то забегает прямо под вышку и ловит себя все спилы. Но ты смотри, насколько страшные вещи с Виндрейнджер на миде происходят. И он на Этворсе, я не знаю, должен уже очень сильно проседать относительно того, что есть Войтспирита, потому что крипов она вообще не добивает. Ну, это Квин на Войтспирите. Соглашусь. Подписывайся. Он слишком прочный. То есть Ваярочка толкает крипчиков пауэршотом. И он толкает крипов пульсом. Но он еще и дает себе броню. Ну, не броню, а этот... Как там? Поглощаемый урон, который будет работать определенное время. И в итоге Войерка еще некоторые пауэршоты, она некоторыми пауэршотами промахивается. В итоге Квин дамажит Войерку, получает еще щит на некоторое время. А Войерка не дамажит и не получает щит. Да, у меня большая проблема с регеном Маной сейчас. Она пытается на баунтосе лишним вывести для себя какие-то пару глотков. Ну, а пока суммарно, если смотреть по крипстатам, то все отлично складывается для команды Квинси Крю. И даже то, что там неплохо себя чувствует Войт, это не так сильно дает. Топ-1. Топ-1 Войт. Нет, я имею в виду фейсис Войта. Ну, он топ-1 в своей команде, да. Топ-1 среди всех топ-1. Может, на это сквенус. А, Нетворс, я имею в виду. Да, 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 он топ-1 по Нетворсу. Ну, это учитывая то, что он первый кровь еще забрал, так что да, это понятно. Да, да, да. Но вот смотри, смотри. Сейчас он фидит. Наконец-то они по моей стратке начали не пушить линию под вышку, а они начали спамить в него пользу атакам вайфера, и уже потом подстанчик и хекс прожимать. И вот теперь все резко меняется. Они поняли, как надо действовать на линии. Так, теперь у нас размен 1 на 1. На легкой линии у команды Quincy Crew вообще абсолютно все спокойно и замечательно себя чувствует. Евар все добивает, никто ему не мешает, и через Абадон он чувствует себя хорошо. Но это у нас новомодный Абадон, который качается на саппорте без первого спыла, и частенько после этого идут там пушить вышки, например, с замакшенной пассивкой. Да, и Абадон на этой линии чувствует себя более-менее, просто потому что сложновато прессовать такого кора, как Джиггернаут кентавром. Как бы кентавр не пытался там ворваться на него, застанеть или сделать что-то еще, Джиггернаут почти на любые врывы кентавра отвечает вертушкой. Насчит очень много урона, прогоняет его и потом продолжает фармить. Так, МСС не смог помешать отвести крибов, но будет подсасывать экспу, которую Ямсон для себя берег. И появляются фейзы для Джиггернаута. Он уже достаточно хорошо так вышел в мощный для себя артефакт на линии. Возможно, получится какой-нибудь сетапить враг под Варлока, например, которого реально убить. Правда, нужен плюс какой-нибудь контроль, который Абадон просто не обеспечит. Притяжка от Войспирита, возможно, когда-нибудь под удачную повара Пруну, но пока еще не знаю, появится ли у него что-то на шестой минуте хорошее. Ну или вариант просто довольствоваться тем, что он очень хорошо стоит на этой линии. Варлок никак не может его дико пробить, потому что у Джиггернаута, помимо того, что много брони еще имеется, и хилингвард, поэтому здесь Варлок не очень круто смотрится. Он больше такой защитный суппорт, да, но... Остановка по линиям была такова, что он на легкой линии тоже не может себя проявить во всей красе. А на легкой линии мы видим, что Войт чувствует себя уже некомфортно, потому что, заметь, Вайпер имеет фуллману, но он не пушит линию Незертоксином. Он тебе просто подходит Войт, он начинает спамить от него кьюшка, и Войт уже думает о том, как бы свалить ему в лес. Так, попытка от Виндрейнджера отогнать от себя Евара за счет своей ульты, и, если честно, что-то как-то фокус фаера здесь выглядел не очень хорошо, пока Квин не начал получать орехи от тавера, и теперь он сольется на ровном месте, но есть Абадон, который дает щит, отлично, Квин выживает. Слушай, это прямо на тоненького было, я даже не уверена, что Квин там сам себя уже не похоронил в этот момент. ТПшечку, ТПшечку. Надо отойти подальше, все, ТПшечку кастуется. Он еще вернется, он еще свой покажет. Интересно, интересно. Сначала я думала, что у Верки ноль шансов хоть как-то его пробить, а в итоге оказалось то, что он так под тавер залез стоило. У него было практически ноль шансов выжить, но этот 0,1% сыграл в его пользу. Как итог, у нас Вайпер начал внезапно очень мощно фармить, у него будет Родофатос, он уже взял себе, ну, просто на реген мана, я так понимаю, пока что урну грейдить ее в ближайшее время не собирается, но дальше-то лишним не будет против Кентавра того же самого. Тут Варлок, Варлока душит. Варлока душит, еще и на миде подставился и умер Ямсом каким-то образом. Тут вообще какая-то странная уже ротация пошла, потому что Варлока оставили на линии, мол, дружище фармит против Джиггернаута, окей, Джиггернаута просто пошел с фейзами, разрубил на пару с Абадоном, а Кентавр пошел фармить лес. Ну, окей, Кентавр будет фармить, но Варлок-то на линии стоять не будет, потому что Джиггернаут просто бежит на фейзах в Варлок, у которого даже сапога нет, и убьет его. Да, интересно. Пока Верк вылетит самым салабым свином из всех коров команды Black and Yellow, что-то она крайне сильно остала от Квина, и надо бы где-то догнаться побыстрее до хотя бы Джавелина, чтобы можно было идти фраги сделать. Зероу тут столкнулся с СВДжем, и СВДжем, кажется, похоронят. Тут у него мало шансов подсэйвиться, хотя вот здесь еще подходит Юбей, который подошел, ласт хит дал. Ну, хоть что-то, хоть что-то они имеют, они хоть какие-то фраги делают, но это все саппорт, и видно, что ситуация пока у Black and Yellow такая себе, потому что Верка в миде страдает. Кентавр уже бегает, подфармивает лес. Воид фармит лес, а это тот самый Клавкач, который не очень быстро фармит лес, особенно с 5-го левла. И уже две линии полностью проиграны. Даже, наверное, не две, а три. Да, там Евар в соло через ломни слэш убил. Ну, а Кентавр, он, если приходит на линию, ведь Джиггернаута здесь видно, что уже перифарм довольно-таки большой. У Джиггернаута 3.800, у Кентавра 2.300, и Джиггернаут его просто в руки забивает, добивая либо Блэйдфьюя, либо он не слэш. Ну, судя по тому, что варит Этернал Энви, это будет все-таки Мом плюс Молния, и после этого такая очень-очень стародавняя сборка, но с деньгами у него проблема, конечно. Возможно, изначально стоило бы выходить какой-то мидас, раз уж так линия пошла, но уже поздно. При этом он оставил на линии Никса Сайсена, который тоже не может стоять против Вайпера 1 на 1 на 1, если он просто подходит бить Крипчиков, там тут же Вайпер Страйк, и тут же Никса Сайсен отъезжает, и в итоге оставили двух саппортов, которые мало того, что не мешают Вайперу и Джиггернауту, так они еще их и кормят. Подкармливают. Ну, Джаггер может сейчас в ближайшие 90 секунд пофармить свою Яшу, дофармить ее, вернуться за обратно, особо не слышим, и еще раз кого-нибудь вольнуть. Я думаю, что его вполне устраивает такой геймплей на ближайшее время. А вот Лелис вместе со СВДЖем в ближайшие минуты, я думаю, снесут вышку наверху, как раз через пассивку от Абаддона, которая на двоечку уже была взята. Он неплохо тут набивает тавр. И за эту пачку крипов они вполне справятся. Хотя тут Глиф, но новая пачка тоже подходит. Крипчиков можно отвести. Да, тут скорее СВДЖем будет танковать. Да, нормально все, и с щитом особо-то хп не потеряет. И под хил еще от Лелиса пошел, который свою урну успел зарядить. Все нормально, очень чисто забрали вдвоем тавр, а вот со стороны Бэкенгеллоу очень долго пилится в четвером тавр. Внизу Т1, и даже есть шанс какой-то прилететь его засейвить, но никто не хочет этого делать, зато Квин забирает Никса, который хотел все по экспрессу. Он пытается найти себе хотя бы пятый левел, и я смотрю уже полторы минуты, как у него четвертый висит. И все отчаяние в его глазах. 4000 при фарме как-то внезапно на 10 минуте, это что-то слишком. Да, приседают по фарму, и по экспе очень сильно приседают. Они пришли всей семьей вниз, забрали вышечку, теперь они всей семьей бегут наверх. Очень мало у ВРК, очень мало у Кентавра, вообще у всех очень мало. ВРК сейчас уже тысячу лет должна была быть джавелином, и у нее крайне сильное приседалово, и потом этот джавелин просто не будет ощущаться даже саппортами настолько сильно, как хотелось бы. Ну и Войт, смотри, где он стоит. Он что-то делает по Т2-1. А его убить очень легко, да? Сделал ТП на аванпост, и просто зашел, убил либо Леончиком, либо Войспиритом. Да, и все, Леон Пальц еще появился после этого в РАГ. Да, и на Таймволке он далеко не идет, потому что у него Таймволк в один. У него Таймволк в один, 2-4 секунды КД. То есть вот с такой раскачкой, как у Энви, тут вообще из леса лучше не выходить, потому что он прыгает с большим кулдауном, он ни от кого убежать не может, и ему нужно только фармить, пока не будет Таймволк, ну хотя бы в три, лучше в четыре. Но учитывая то, как он качался, действительно он скорее всего не планировал влезать никуда из фарма, иначе бы не было смысла в этом Таймволке на единичку. Но и судя по тому, что он собирает, он будет такой чисто мастер по куполам. У него тут дальше будет БКБ собираться, и ноль дэмэджа на момент появления этого БКБ. Только на таймлоках, возможно, что-то получится взять. Мастер купола. Так, Лелис подставился на миде, его подкопал Никс удачно, и его могут убить. Под сейф был от СВЖ, поставился купол, чтобы наверняка, и довольно долго, но все-таки Вайпер убивался и убился. И есть размен на Никса, у Энви. У Энви тоже трудности некоторые возникли, и он под Хексом погибает. Такой размен, конечно, вышел. Ну, Абадончик, красавчик, он вовремя подошел, успел накинуть щиток, хилку. Вайпер он, конечно же, не спас, но выиграл очень много времени, чтобы успел подойти к Джиггернауту. Ну, драться без Голема нечем. Единственное, что может спасти Даку, это Голем. Голем только-только появился, буквально пару секунд назад. Теперь такой момент, что Голем есть, а Хроносферы нет. Ну, будем ждать появления теперь уже Хроносферы. У Фесса Своида она будет откатываться еще две минутки, которые можно почилить, и наконец-то уже в Эрке дофармить что-нибудь себе. У нее есть Джавелин, и вот дальше планы тоже на БКБшку сразу. Все очень боятся его, и Спирита, который много магии наносит, и Вайпер, который тоже сильно плюется. И хотя бы отчасти это все засейвить поможет Блокинбар. Но к тому моменту такой уже будет мощный Джаггер, что он с одного Омнислэша может парочку вырезать самостоятельно. Вот сейчас они нажимают на смок, попробуют еще разок через Вендетту Никса Сайсона, но, честно говоря, вот с одной Вендеттой Никса Сайсона, ну, может быть, они убьют Джаггернаута, и то не факт. Но сейчас надо попробовать. А они сейчас хотят к Вайперу пойти, который... Ага, и Ивар. Ивар здесь тоже есть. А он успел, красавчик. Подкопать его не вышло, МПЛ ушел в молоко, и дальше Лелис словит Карапас. Но подтягивается теперь куча его тиммейтов, в том числе и его и Спирит на хосте, который сейчас будет цеплять того, кого посчитать нужным, но его связала ВР-ка. Ну ладно, Никса будут забирать, я так понимаю, займутся в это время Варлоком. Ну и Варлок-то он остановит, действительно. Тут есть шанс с ним разобраться в соло. И это получается сделать, и это минус два саппорта в размен ни на что. Вот такой вот смоук и вышел у команды Black and Yellow. Да, вот сейчас кинсти Крю, они показывают совершенно иной уровень игры, нежели они показывали в прошлый раз первые 20 минут, где они бегали и фидели всей семьей. Но тут уже видно, что слишком большая разница в скилле. Так, и вот снова Zero у нас убивается, второй раз уже его Ювар через зону слэш забирает. Да, потому что Black and Yellow, они мало того, что взяли довольно-таки странно героев, так они еще даже не стараются отыграть своими героями на максимум. Например, комбинации с Хроносферой и Големом мы попросту не видим. Есть какие-то вот эти вот выходы с Никс Ассасином, который сначала кусает, потом пытается подкопать Джиггернаут, но Джиггернаут просто одной кнопкой все это делает доджет. Ну, сейчас у нас откатится Хроносфера, и вот есть тот самый Горем, который появился еще в прошлый раз, когда мы его упоминали. И, возможно, будет стак этих способностей, потому что иначе уже дэмэж никак не набрать, разве что только надеяться на Фаталбансы от Варлока, который через эту связку будет с Леон Големом дамажить. Ситуация такова, что они уже отдали карт-бланш к Инсикрю, которые могут делать в этой игре все что угодно, и, по сути, у них осталось в запасе один замес. Если они в следующем замесе никого не убивают, их там всех разматывают, то это идеальный момент, чтобы написать ГГ. Потому что разница слишком большая для 14-й минуты, она просто огромнейшая. 7 тысяч — что-то действительно очень много. Ну и очень-очень богатый Джиггернаут, а он сейчас будет, я думаю, сразу Мюельнир тогда уж выходить у него, Мелл Штром только сейчас дофармился. Есть смок от команды Black and Yellow и попытка выйти с Хроносферой, видимо, с Вижея, который все спалил. Явно не та цель, которую хотелось бы здесь видеть, и придется просто ждать нового смока, видимо. И в нее точно не хочется сливать Големы и Хроносферу от слова совсем. В нее вообще ничего не хочется сливать, а ничего не поделаешь. Хорошая игра от Абадона, то есть ему сейчас по-хорошему нужно и дальше, вот они там рисуют на карте Леона, где находится противник, ему и дальше нужно бегать перед их лицом и, заметь, очень сложно подцепить Абадона. У Кентавра, блинка, нет? Так, а тут зато Верочка подставилась, через палец ее избивают в Вайпер на пару с Леоном. Через палец что творят? Они пытаются за состояние Абадона, но не могут. Так, ну Абадон сейчас избивает Юбея, Юбея остановить не получится, он ТП слишком давно нажал, но зато Зеро прихватить имеются шансы. Квин сейчас в одном... Кентавр приехал. Да, ну Кентавр, видимо, здесь уже будет просто Еваром убиваться, Зеро хотел станку от себя дать, но не успел до раскрутки Евара и просто умирает, так и ничего не сделал. Ну вот, знаешь, тут как-то даже и без файта получилось действительно проиграться еще сильнее, чем было до этого. Фигня какая-то, вышла, если честно. Да. Так, купол от Энви в Еваро. Так. Никого не ответил. Забрал вард, хорошо. Ну, Хилен вард забрал, возможно, в это было его. Но пока... А, есть еще и Голем все-таки сразу после купола, но закончится ли чем-нибудь хорошим? Вообще ничем, потому что Квин имеет еще возможность на Астрал Степе отойти назад и у него Диссимилейт тоже откатился и вот прямо сейчас он нажимает его и это, видимо, помешало Ямсу дать хороший импейл. Ну, а Квин пока очень много демеджа получает от Верки, но доджит ее максимально и убивается Никсас Ассин прям под носом у этой Верки. Верка пыталась наугад, пауэршот дать и не попадает. И это минус еще и Верка, которую Лили забирает. И это действительно ГГ. По моей стратке вышли купол Голем и ГГ. Четко. Да, только они как-то по очереди вышли. Да, да, да. Они все криво сделали, они кинули Дар. Они дали Харосферу, Варлок стоял далеко, других вообще рядом не было. Не было Верки с фокус-файром двигались в правильном направлении, пусть и все реализовали крайне криво. Да, мысль у них была правильная и они эту мысль как смогли реализовали, но эта карта у нас сколько продлилась в итоге? 16 минут, 16 минут против часовой предыдущей катки. Болезненно на такое смотреть, но именно эта катка была больше похожа на то, что мы ожидали при файром, наверное, от этой серии. Две такие же катки, которые мы посмотрели сейчас. А дальше у нас будет каточка андайингов против Simply to Based. Но это будет только через 40 минут, потому что, ребят, добро пожаловать обратно на DPC. Здесь каточки исключительно по расписанию идут. Так что что? Дарья. Да. Дальше у нас еще будет розыгрыш в нашей группе ВКонтакте клавиатуры XPG Sumner. Подписывайтесь и участвуйте. Ссылка на группу RuHub ВКонтакте можно найти прямо под трансляцией в описании канала. Ну, это обязательно, конечно же. Ну, а пока мы с вами с Дмитрием прощаемся. Ребята, к часу ночи по Москве подходите. Будет следующая Быстров 3 серия. Продолжение следует...